Архитектурный патруль в жилом комплексе Бельгетаж. Внешне этот новострой нравится мне, ну, наверное, больше всех остальных, потому что его вид претендует на классическую одесскую архитектуру. Немного Франции, немного Греции. Правда, я сомневаюсь в европейском качестве. Ну, давайте проверим. Само название Бельгетаж предполагает этот красивый ярус. Как видим, у нас тут ярусные, тут какие-то магазинчики. И что мы видим? Мы видим подъемник. Попробуем как-то сами. Сейчас. В принципе, удобно. Ребята, она не поднимается. Человека ответственного за этот подъемник у нас нету. Идея хорошая на 5 с плюсом. Воплощение, конечно, желает оставлять лучшего. В магазинчике нам не получилось подняться. Попробуем подняться сюда. Как видим, здесь у нас два пандуса. Один подъемник для машин, второй как бы для людей. Для кого вот эти вот поручни сделаны? Представляете, какой должен обхват быть руки, чтобы можно было ухватиться за этот поручень? Пандус очень длинный. Остановлюсь, потому что не могу. Очень сильно большая нагрузка. Честно говоря, скажу вам, бельетаж лучше не надо. Лучше в партере всегда находиться. Жадность это одно из тех качеств, которые я вот ненавижу. Ненавижу. Потому что из-за того, что здесь пожалели крышу, доделать как следует. Что мы имеем? Говно. Еще тоже одна очень важная деталь. Когда идет дождь, и вот отсюда будет литься вода, она будет литься просто людям на ноги. Но, посмотрите, тут же есть ливневка. Еще чуть-чуть вот сюда бы ее вывести, этой проблемки просто бы не было. Скажите, пожалуйста, а вы охрану представляете или ОСД? А, вы управляющий, хорошо. Мы хотели еще с охраной общаться. Здравствуйте, я вам. Архитектурный патруль программы выходит на Думская ИТВ Анастасия Большедворова. Скажите, пожалуйста, у вас есть огнетушитель на твое удостоверение? А можете показать огнетушитель, чтобы вы были спокойны? Так, самое главное это посмотреть, когда он проходил проверку. Огнетушитель проходил проверку в 2018 году, и вот все четко написано, что следующее в 2019 году. Молодцы, да, отлично, огнетушитель. Спасибо большое. Открыть она, пожалуйста, дверь. И практически сразу при входе нас встречает паркинг для великов. О, смотри, даже насосик есть. Это круто. Детская площадка. Мне нравится эта детская площадка. Во-первых, здесь есть резиновое покрытие. Вот все для детей. Лучшие горки. Качели. Посмотрите, какие качественные качели. Качели. Хорошее же качели. А это сцена. И тут я уже не шучу, потому что можно выступать. Первое впечатление от фасада позитивное. Но потом подходишь ближе и видишь, что там трещина, тут трещина. У нас очень большая проблема с детской площадкой. Вот нам обещали... Почему? Отличная детская площадка. Я не вижу проблем. Очень хорошая детская площадка. Живем. Да. Нам обещали сдать дом вместе с детской площадкой. Ну вот детская площадка. У меня двойня годовалая. Представляете, как мне тяжело. У нас в июле были пожарные машины. Как бы тут пожарные машины должны быть. Здесь специфика. Здесь должна быть площадка для развивания пожарных машин. Здесь должно быть доступ для машин, чтобы могли разворачивать стременки, лестницы и все такое, чтобы эвакуировать людей. Так, вот видите, детской площадки не будут? Нет, будет. Я возьму детей. Я пойду в офис управляющей компании, запущу их туда на день. Просто, чтобы дети побегали. Понимаете, чтобы не дома у меня, а не во дворе. Они лазают. Это тоже очень опасно. А теперь нам необходимо посмотреть на подъезд. Кстати, без ключика сюда не попасть. Идем. Всем здрасте. Никто меня не увидит. Водопад. Хотя есть такое вот чувство, как будто ты слишком долго катался на качелях. Ну, если смотреть туда долго. Самое главное для меня пожарная безопасность. Вот тут должно быть написано 220 вольт. Где свежая газета? Детскую площадку еще не установили, но зато тут уже побывал батюшка. Скажите, пожалуйста, дымовой датчик, я вижу, что он не подает признаков жизни. Когда их последний раз проверяли? Да я знаю, что есть. Разные. Есть разные, которые постоянно дают импульс, либо они не подают импульс. Скажите, когда вы сегодня распроверяли эти дымовые датчики? У нас обслуживают и компании, которые по графику проверяют где-то 10-15 процентов. Ну, в течение года один раз. Наши лифты постоянно ломаются. Все по очереди. Вот три пассажирских лифта, которые ломаются периодически. Были случаи, когда местные охранники и работники нашего дома не могли достать людей и пришлось вызывать МЧС. Только МЧСники, через полтора часа находясь людей в лифте, только могли достать людей через полтора часа. То есть нет человека, который находится здесь и который бы устранял эту проблему хотя бы на месте. Вот знали, что лифты недостаточно хорошего качества. Хотя бы сейчас уже с помощью электроники перезагрузки лифтов как-то происходит быстрее. А в начале, когда это было в 17-м году, когда лифты застревали, никто ничего не мог сделать и не понимали как. У нас даже было так, что работники нашего дома, управляющей компанией, даже с шахты лифта там где-то там прыгали на лифт, что-то там троса трогали, нажимали. Даже вот такое было. Ну что ж, давайте проверим судьбу и посмотрим, застрянем ли мы в этом лифте. Честно, мне вот этот вот способ просто не нравится, раздражает безумно. Потому что ты прислоняешь ключ и должен очень быстренько нажать этаж, который тебе нужен. Не успел – снова. Не успел – снова. Навища-цепь. Кстати, вот здесь дверь протирается. Мне нравится, что лифт говорит на украинском языке. Но не нравится, что изначально жителей обманули. Ибо застройщик обещал, что это будет современный лифт Otis. А это лифт евроформат. Я знаю, что это евроформат, хотя табличку с названием фирмы-производителя сняли. И, судя по всему, сделали это специально. Ну, чтобы люди не сразу догадались, что их обманули. О, хорошая. А вот этот лифт, он уже издает более резкие звуки, к которым стоит прислушаться механику. Да, здесь уже ощущается именно скрип. А теперь-ка я протестирую грузовой лифт. Кстати, этот лифт работает уже без чипа. Итак, что у нас есть в грузовом лифте? Мистер Муску, пожалуйста. Не понимаю, что это. Ну, что-то очень важное для лифта. Наверное, запчасти. Какие-то ушки цветные. И, конечно же, для удобства, розетка. Подъезд светлый, а значит, я увижу все-все-все недочеты. Ну, например, вот здесь, вот на углу я вижу трещины, которые свидетельствуют нам о том, что, во-первых, рабочие украли, скорее всего, часть строительных материалов, а во-вторых, работали непрофессионалы, потому что вот эту трещину вполне можно избежать. По пожарной безопасности. Есть пожарный ящик, есть гидрант, есть рукава. А вот табличка, когда все это оборудование проходило техосмотр. А техосмотр, все это оборудование проходило в январе 2018 года. А следующий осмотр должен быть в августе. Так вот, нет никаких обозначений, что в августе все это проверили. Этот песик явно очень маленький. Но его слышно, честно говоря, на весь подъезд. А застройщик обещал нам очень хорошую шумоизоляцию. Уделил ей прям несколько абзацев на своем сайте. Фасад декорировали специальными пластинами, которые выполнены в форме белого кирпича. Это все для того, чтобы я не увидела трещины. Но я увидела кое-что другое. Качество работ. Как установили эти пластины. Ну, например, вот здесь четко видно, что вот эту пластину просто неровно установили по сравнению с другими. Ее больше углубили. А вот эта оказалась выпуклой. Эстетично? Нет. Когда я говорила, что фасад выполнен в греческо-французском стиле, это я, конечно, погорячилась, как паяльная лапа. Потому что, когда подходишь ближе, то начинаешь видеть все. Например, вот фасад декорирован вот такими вот пластинами. И все показалось ничего, но выглядит как дубленка. Как дубленка, которая шита из кусочков. А ведь есть же дубленка, которая цельная, и она смотрится намного дороже. И стоит намного дороже. А вот эти вот все щелочки между плиточками, их же тоже можно было замазать. Тогда бы фасад смотрелся совершенно по-другому. И можно было бы применить слово греческий фасад. Кстати, трещины здесь скрываются не только за колоннами, но и просто вот тут, на стене. А ведь можно было просто поставить сетку. Сетку. Сет-ку. Дверь в паркинг изначально очень неудачная. Поставили стекло, которое треснуло при первом неудачном открытии-закрытии двери. Кстати, управляющая компания не спешит это исправлять. С паркингом есть опасность необозначенной территории паркинга, которая опасна для пешеходов, проходящих перед паркингом по тротуару. Этих пешеходов не видно ни в зеркало, никакого нет видения ситуации, что происходит за территорией паркинга. Паркоместо со вкусом опасности. У вас есть уникальная возможность оставить практически весь дом без воды. Как видите, что в конце этого паркоместа трубы. И если вы случайно чуть сильнее нажмете на газ, то у вас обязательно все получится. Хороший паркоместо. А здесь на пожарном ящике и вовсе нет обозначений, когда же этот гидрант, а он здесь есть, проходил проверку. Когда проверяли трубы, насколько они готовы тушить пожар. Это нарушение. Посмотрела квартиру в жилом комплексе «Бель-этаж». За эти деньги все должно быть идеально, но не в нашем случае. Повсюду потрескавшийся газобетон легко можно собрать кубик-рубик. Потолок весь в ржавчине и не убрали опалубку. А идеальная стяжка, на которую застройщик таки просит обратить особое внимание, вся в паутине от трещин. Да, хороший вид, но панорама открывается с высоких этажей. Чуть ниже остается только любоваться дорогой. Квартира в этом доме стоит от 2000 долларов за квадратный метр. А по меркам Одессы это очень и очень высокая цена. И это только в состоянии от строителей. Но за эти деньги вы получаете постоянно ломающиеся лифты. И у меня остались вопросы по пожарной безопасности. Кроме того, наш Николай, к сожалению, не смог достойно заехать в этот дом, потому что здесь нарушены государственные строительные нормы. До встречи. Хорошо, что никто не покалечен. Продолжение следует...